Итак, дорогие телезрители, в эфире наша полутрадиционная встреча с обсуждением книги Марка Джего «Невозможная». Сегодня мы обсуждаем седьмую главу, которая называется «Эпистемическое пространство». Поскольку у нас промежуток между последним обсуждением и сегодняшним был достаточно большой, я немного напомню некоторый общий контекст, который нам потребуется. Значит, Джего предполагает, что «Возможные миры» никакой внутренней структурой, логической внутренней структуры не обладают. Напомню, что «Возможные миры» понимает как «Эрзац миры», а «Эрзац миры» — это с его точки зрения множество предложений. То есть если у нас множество существует, то тогда «Возможные миры» тоже существуют. Ну зачем нам нужно, чтобы «Возможные миры» не имели внутренней логической структуры? Это нам нужно для того, чтобы понятие эпистемического содержания не было логически замкнутым. И в конечном счете это позволяет нам избежать проблемы логического всевидения. Кроме того, не все возможные миры, имеется в виду вот эти эрзац-миры, которые конструируются из предложений, конструируются как множество предложений, не все такие миры являются эпистемически возможными. То есть они могут быть возможными в каком-то другом смысле, метафизическом, например, но не в эпистемическом. И значит, это ограничение нам требуется для того, чтобы учитывать значение логических константов. С помощью значения логических константов, как мы сегодня узнаем, происходит движение по эпистемическому пространству. В дальнейшем я более подробно об этом буду говорить. То есть используются некоторые, не все, эрзац-миры из тех, которые были описаны в параграфе 5-6. Ну и мир считается эпистемически возможным благодаря тем нормативным отношениям, в которых он участвует с другими возможными мирами. То есть мы оцениваем эпистемическую возможность, исходя из того, как миры друг с другом взаимодействуют. То есть мы называем некоторый мир эпистемически возможным в зависимости от того, в каких отношениях с другими, такими же мирами он состоит. Вот. И, собственно говоря, эпистемическое пространство — это эпистемически возможные миры и нормативная структура над ними определенная. То есть это как раз-таки структура, которая определяет отношения между этими возможными мирами. Вот это и называется эпистемическим пространством, о чем мы сегодня и будем говорить. Вот. Ну, некоторые миры, как мы помним, являются противоречивыми. То есть они содержат некоторые противоречия. И, в общем-то, эти миры, очевидно, не являются действительными мирами. Потому что в действительном мире предполагается противоречий никаких нет. Да, вот мы априорно можем заключить о том, что некоторый противоречивый мир не является действительным миром. Это нам тоже требуется для того, чтобы избежать проблемы логического всевидения. Ну и, собственно говоря, сейчас мы перейдем уже к сегодняшней теме. Но для начала нам нужно пояснить немного, что же такое эпистемически возможный мир. Джаган дает несколько псевдокритериев. Часть из них он заимствует у Чалмерса, часть из них он предлагает сам. Значит, эпистемически возможно, что некоторое А имеет место тогда и только тогда, когда априори не очевидно, что не А имеет место. Эпистемически возможно, что А тогда и только тогда, когда А нельзя опровергнуть за N шагов или нельзя доказать отрицание А за N шагов. Эпистемически возможно, что А тогда и только тогда, когда А когнитивно значима. То есть сообщает нам некоторую новую информацию. Эпистемически возможно, что А, тогда и только тогда, когда А не является тривиально ложным. Если что-то тривиально ложно, то это нам априорно должно быть известно. То есть мы не должны иметь возможность априорно заключить о том, что А является ложным. И если действительно у нас такой возможности нет, то А является эпистемически возможным. Эпистемически возможно, что А, тогда и только тогда, когда А нельзя исключить с помощью простого априорного рассуждения. Ну вот все вот эти вот, как можно сказать, псевдокритерии, они, конечно, не дают какого-то строгого определения того, что такое эпистемически возможный мир. Но в целом какое-то общее представление они нам дают. Да, то есть понятно, что некоторый мир является эпистемически возможным, если он не содержит в себе то, что эпистемически невозможно. А вот здесь вот у нас речь шла о предложениях, да, вот А — это некоторое предложение. Вот, соответственно, если А эпистемически невозможно, то и мир, который содержит А в качестве своего элемента, тоже является эпистемически невозможным. То есть эпистемически возможный мир не содержит в себе ничего, что было бы очевидным образом ложно, тривиально ложно, что было бы легко опровержимо за лишь небольшое количество шагов. Но тем не менее эпистемически возможный мир может содержать противоречия, именно скрытые противоречия, как это, например, у Хинтики предполагается. И на самом деле то, что Джего развивает в этой главе, мне очень сильно напомнило хинтиковские дистрибутивные нормальные формы. Когда мы различаем между поверхностной информацией и глубинной информацией, и из поверхностной информации мы еще не можем заключить, что некоторая формула является противоречием. При этом мы движемся как бы вглубь, анализируем эту формулу, и в конце концов приходим к тому, что формула дает... После некоторых преобразований мы видим, что есть некоторое очевидное противоречие, это глубинная информация, которую нам формула может сообщать. То есть на хинтику очень сильно похоже то, что здесь Джего развивать. Ну, для того, чтобы перейти непосредственно к построению эпистемического пространства, нужно еще в некоторых паре слов охарактеризовать рациональность. Вот. Эпистемические понятия знания, убеждения, эпистемическое содержание мы, конечно же, применяем к рациональным агентам. Но рациональность при этом не должна полагаться абсолютной. То есть это не... Эти рациональные агенты, они не обладают логическим сведением. Это обычные, ну, допустим, люди, обычные живые люди, которые во что-то верят, что-то знают, но при этом они не верят в абсолютно все, и они не знают абсолютно все, даже истины никакого. Вот. Целиком истину они не знают. Вот. Ну, то есть агенты эти, они не являются идеальными в плане их способности к рассуждению. Ведь если бы агенты были идеальными в плане способности к рассуждению, то тогда они бы знали все истины. Но наши агенты, а вот люди, в частности, они, очевидно, все истины не знают. Поэтому какое-то ограничение на способность к рассуждению нужно обязательно накладывать. Вот. Ну, есть еще другой вариант. Мы можем, конечно, считать агентов идеальными. То есть мы можем считать, что они знают логику на все 100%, все правила логики знают и всегда могут их применить. Но при этом мы можем говорить, что агенты обладают недостаточным количеством ресурсов для того, чтобы некоторые рассуждения осуществлять. Вот. Ну, у нас есть определенные ожидания от этих самых рациональных агентов. Мы ожидаем, что эти самые агенты рациональны, хоть они и не являются идеальными. И, в общем-то, они понимают, что нет никаких круглых квадратов, что ноль – это, конечно же, ноль, а не единица. И что целиком зеленые объекты не могут быть одновременно целиком красными. Вот. То есть некоторый минимум рациональности мы все же допускаем, от которого мы совсем уж отказаться не можем. Вот. Ну и тогда у нас получается, что эпистемически возможный мир – это такой мир, в содержании которого агент мог бы быть искренне убежден, без того, чтобы он проваливал наши эпистемические ожидания по отношению к нему. То есть если там есть какое-то очевидное противоречие в этом возможном мире, то мы предполагаем, что ни один агент в это верить просто не может. И знать, естественно, тогда тоже не может. То есть такой возможный мир является эпистемически невозможным. Вот. Что же это за эпистемические ожидания такие? Это некоторое нормативное понятие, которое, как Джага говорит, частично зависит от фактов, ну то есть от когнитивных способностей. То есть вот это вот эпистемические ожидания у нас разные будут к разным рациональным агентам. Ну, допустим, мы можем предполагать, что для людей какие-нибудь там логические выводы из трех, например, шагов являются достаточно очевидными, что мы будем предполагать, если противоречия можно достичь за три шага, то значит в этот возможный мир верить человек не может. Вот. Можем вообразить себе какую-то другую форму жизни, для которой логические рассуждения длиной в 500 шагов будут вполне себе очевидными. И для такой формы жизни мы, соответственно, будем иметь другие эпистемические ожидания. Ну, на самом деле, для того, чтобы не вдаваться вот в такие вот подробности, связанные с когнитивными способностями разных форм жизни, мы будем предполагать, что только очевидные противоречия являются эпистемически невозможными. Вот. Ну то есть мы будем предполагать... Наши эпистемические ожидания будут очень-очень скромными. Они будут предполагать, что только те выводы, которые для агента являются простыми, тривиальными, очевидными, значит, если эти тривиальные рассуждения приводят к противоречию, то только в этом случае мы нечто будем считать эпистемически невозможным. Вот. То есть у нас агенты будут отклонять очевидные априорные противоречия, но какие-то скрытые противоречия или там апостериорные метафизические невозможности, они отклонять не будут. Ну, например, ложность великой теоремы Ферма, они не могут отклонить априорно, потому что для этого требуется какое-то нетривиальное рассуждение. Или, допустим, утверждение о том, что Зиги не есть Боуи, оно тоже является нетривиальным. Да, вот если мы Зиги и Боуи понимаем в том же самом смысле, как это в начале книжки делалось, как некоторые собственные имена, тогда у нас получается, что Зиги обязательно есть Боуи, да, и во всех возможных мирах это должно выполняться. Вот. Но тем не менее есть агенты, которые в это не верят, да, они не обладают каким-то знанием и априорно не могут заключить ничего относительно тождества Зиги и Боуи. Вот. Но вот эти вот ложность великой теоремы Ферма, да, и, например, то, что Зиги не есть Боуи, они невозможны, да, но тем не менее есть определенная степень их невозможности. Мы можем говорить о том, что нечто является очевидно невозможным, как, например, что 1 плюс 1 равно 3, а нечто менее очевидно невозможно, как, например, Зиги не есть Боуи. Вот. То есть мы будем только с очевидными противоречиями работать в первую очередь. Вот. Эпистемическое пространство структурировано нормативными принципами, как раз-таки вот нашими эпистемическими ожиданиями, да, и значениями логических константов. Вот. И дедуктивные связи, которые мы, которые, собственно говоря, имеют место благодаря значениям логических константов, они вот устанавливают эти вот нормативные отношения между мирами. И эпистемическое пространство строится с помощью правил вывода, которые отражают значения логических константов. И вот эти вот значения логических константов, соответственно, структурируют множество всех возможных миров. Это можно представить вот следующим образом. Допустим, у нас есть некоторый РЗАЦ-мир, в котором имеет место А и имеет место Б. Ну, то есть и А истина, и Б истина. Мы можем использовать правило, допустим, введения конъюнкции. Если у нас два предложения истины, соответственно, конъюнкция этих двух предложений тоже будет истина. Да, мы можем, соответственно, сделать следующее. Можем перейти в возможный мир, где А имеет место, Б имеет место, и конъюнкция А и Б тоже имеют место. То есть вот переход между первым возможным миром и вторым, он как раз определяется значением логической константы конъюнкции. Мы можем использовать правило другим способом. Мы можем перейти в другой возможный мир, где А имеет место, Б имеет место, и конъюнкция А и А имеет место. Это другое немножко рассуждение, но правило тоже самое было использовано. И вот таким вот образом значения логических константов будут нам структурировать вот это эпистемическое пространство. То есть наши агенты, мы считаем, что они не являются идеальными агентами. То есть если агент верит, что А и верит, что Б, это еще не значит, что он верит и в конъюнкцию тоже. Может быть, этот агент вообще никогда не думал об этой конъюнкции, и никогда не совершал вот с А и Б такого рассуждения. Соответственно, приписывать агенту веру в конъюнкцию будет некорректно. Мы же предполагаем, что наши агенты могут чего-то не знать. Вот у нас пример агента, который не знает конъюнкцию, но при этом знает оба конъюнкта. Не знает, потому что он еще не совершил этого рассуждения. Вот эти вот стрелки, которые здесь между мирами установлены, это выводы в один шаг обязательно будут у нас. Они будут обозначать особое отношение между мирами, которое обладает следующими характеристиками. Оно является и рефлексивным, асимметричным и интранзитивным. Вот. Ну и такая структура отношений между мирами позволяет нам, во-первых, работать с нормативными отношениями, во-вторых, сравнивать миры по степени их противоречивости. То есть мы сможем обнаруживать некоторые скрытые противоречия в возможных мирах и, соответственно, в том, что потенциально могло бы быть содержанием убеждений наших агентов. Вот. Но при этом Джего, конечно же, говорит, что само по себе вот это понятие «эпистемически возможный мир» является нечетким. Да. Быть эпистемически возможным миром – это нечеткий предикат. Четких границ каких-то нет. Вот не всегда ясно, является ли мир эпистемически возможным или же нет. Ну, потому что эпистемически возможными мирами считаются миры, которые не разворачиваются быстро в противоречивые миры. Вот. Что значит не разворачиваться быстро в противоречивые миры – не совсем понятно. Да. То есть что значит быстро – это за один шаг или за 500 шагов, или за 1000 шагов. За сколько шагов мир должен развернуться в противоречивый мир для того, чтобы нам было очевидно, что он эпистемически невозможен. Вот. Четких границ здесь нет. Да. Это все зависит от когнитивных способностей тех существ, для которых мы как бы… о которых мы нашу теорию строим. Поэтому вот у нас, значит, нечеткость возникает. Ну, это можно также проиллюстрировать вот таким вот образом. То есть у нас есть некоторое эпистемическое пространство. Вот мы начинаем с какого-то мира, который, очевидно, является эпистемически возможным. Вот там никаких противоречий нет, все там замечательно. Наш агент… Мы приписываем, соответственно, содержание этого мира как эпистемическое содержание некоторому агенту, о котором мы строим наше рассуждение. Этот агент может совершать логические рассуждения, он их делает, переходит в другой мир, переходит еще в третий мир, доходит до каких-то пограничных случаев, которые уже вот там прям чуть-чуть еще остается для того, чтобы получить противоречие. И в конце концов он может перейти в какой-то возможный мир, где будет очевидно, что противоречие имеет место. То есть он там с помощью логических выводов получил «а» и «неа», например, вот, должны иметь место в каком-то возможном мире. То есть вот скрытое противоречие было обнаружено таким образом путем движения по эпистемическому пространству. Вот, но сколько таких переходов нужно совершить, непонятно, и, соответственно, вот ничего не поделаешь, но эпистемически возможный мир – это нечеткий предикат. Ну, для эпистемического пространства, вообще вот это эпистемическое пространство, оно будет совместимо, как говорит Джега, с любой семантикой для нечетких предикатов. Он там упоминает, что можно в духе Тая считать, что никаких фактов о границах не существует, да, и если эту семантику мы выбираем, то тогда у нас получается, что возможные миры будут поделены на три класса, у нас будут эпистемически возможные миры, эпистемически невозможные миры, и те возможные миры, относительно которых у нас нет никаких фактов. Являются они то ли эпистемически возможными, то ли невозможными, мы не знаем, фактов нет, поэтому мы, соответственно, ничего о них сказать однозначно не можем. Мы можем в духе Смита предполагать некоторый многозначный подход, и тогда у нас понятие эпистемически возможного мира будет иметь некоторую меру или степень. То есть у нас будут полностью эпистемически возможные миры, полностью эпистемически невозможные миры и какие-то пограничные случаи, там, эпистемически возможные в некоторой степени, там, допустим, со степенью одна-вторая, допустим. 50%, что эпистемически возможен, 50%, что эпистемически невозможен, допустим. Ну, разные степени, такой многозначный подход. Вот. Либо можно в духе Соренсона или Вильямсона, такой эпистемицизм, по-моему, это называется, точка зрения, что факты о границах есть, но они просто-напросто непознаваемы. Вот. Ну, по поводу эпистемического пространства Джега рассматривает одно очень интересное. Это интересное возражение. Возражение Бьеринга. Вот возражение следующее. Рассмотрим мир W, который не замкнут относительно логического следования. Ну, то есть там что-то еще пока не выведено. Ну, вот, например, для некоторого C, следующего из посылок А1АН, W содержит А1АН, но не содержит C. При этом C является логическим следствием этих посылок А1АН. Вот. Рассмотрим доказательство P. Это доказательство для C из посылок А1АН. Ну, и получается, что по меньшей мере один из переходов между шагами в доказательстве P нельзя сделать в мире W. Потому что, согласно W, посылки этого перехода истины, а заключение истинным не будет. Если бы оно было истинно, то оно бы там было в этом возможном мире, но его там нет. При этом логическое рассуждение показывает нам, что оно должно там быть. Вот. Следовательно, W тривиально невозможен. Так как из того, что в нем содержится, выводим о том, что в нем не содержится, всего лишь за один очевидный шаг. Ну, конкретный пример теперь для вот этого возражения. Рассмотрим мир W, который содержит А и Б, но не содержит конъюнкцию А и Б вместе. Ну, вот как раз то, что у нас до этого было там, иллюстрация эпистемического пространства. То есть у нас рассуждение там начиналось с того, что есть некоторый мир, где А и Б имеют место, а вот конъюнкции там нет. В этом мире. Ну, напомню, что у нас миры понимаются как эрзац миры, это просто множество предложений. Соответственно, вполне может существовать такое множество, которое содержит А и содержит Б, но конъюнкцию не содержит. Ничего в этом как бы странного нет. Вот. Ну и возражение Бьеринга будет тогда такое. Мир W тривиально невозможен, так как мы можем вывести А конъюнкция Б за один шаг из того, что W содержит. При этом W не содержит А конъюнкция Б. Вот. Почему тогда W тривиально невозможен? Можно задать вопрос. Ну, Бьеринг бы на этот вопрос ответил так. Он бы сказал, что если W не содержит конъюнкцию А и Б, то конъюнкция А и Б должна быть ложна в W. Конъюнкция А и Б будет ложна в любом мире W' со стрелкой из мира W. То есть в мире, который достижим из W. Но мы знаем, что имеется такой W' со стрелкой из W, в котором конъюнкция истина. Следовательно, в W' конъюнкция будет одновременно и истинной и ложной. Либо же на этот вопрос Бьеринг мог ответить по-другому, но близким образом. Раз W не содержит А конъюнкции А и Б, то он должен содержать отрицание А конъюнкции А. Тогда W' со стрелкой из W содержит и конъюнкцию А и конъюнкции А и отрицание конъюнкции. То есть W' будет тривиально противоречивым. Но Джега говорит, что эти рассуждения предполагают, что то, что в мире не истинно, оно обязательно является ложным. Но для рассматриваемых эрзац-миров это не так. Эрзац-миры могут быть неполны. Вполне может быть множество, которое содержит А и Б, но не содержит конъюнкции, не содержит отрицание конъюнкции и не содержит вообще ничего, кроме А и Б. Вполне может такое множество быть. Соответственно, мы допускаем, что такое эрзац-мир есть. Вот и все. То есть одна из посылок возражения Бьеринга является неверной. Но возражение Бьеринга можно было бы применить и к эрзац-мирам, то есть к тем мирам, которые являются неполными. Напомню, что в предыдущих главах мы обсуждали двойные миры, которые представляют собой упорядоченную пару. W плюс и W минус. W плюс — это эрзац-мир, который содержит все, что в мире истинно. W минус — это эрзац-мир, который содержит все, что в мире ложно. То есть W определяется как упорядоченная пара W плюс и W минус. Отдельно. Два множества. В одно множество то, что истинно, в другое множество то, что ложно. И даже в двойных мирах некоторое предложение А может не быть истинным или ложным. То есть оно не является элементом ни W плюс, ни W минус. Бьерин, конечно, может возразить, что речь идет о нормативных понятиях. И для нормативных понятий такое невозможно, так как агент может либо вывести противоречие, то есть вывести нечто ложное из того, что содержится в таком неполном мире, либо вывести то, что в этом мире не содержится. То есть не имеет истинностного значения согласно этому миру. Но при этом из-за того, что он построит доказательство, оно должно быть обязательно либо истинным, либо ложным. Ну то есть вот можно так, по идее, переформулировать возражение Бьеринга, согласно которому получается, что неполные миры вовсе не лучше, чем противоречивые. Ну а для того, чтобы решить проблему с противоречивыми мирами, нам требуется говорить о неполных мирах. Соответственно, у нас замкнутый круг, и вроде как возражение Бьеринга, оно полностью опровергает концепцию эпистемического пространства. Но, говорит Джага, здесь проблема в том, ну в этом рассуждении проблема в том, что здесь осуществляется путаница двух видов истин. Истинные в мире и истинные о мире. Вот между противоречивыми мирами и неполными мирами имеется очень важное различие. И это важное различие мы как раз таки понимаем, когда корректно разделяем истинность в мире и истинность о мире. Ну, например, вот есть некоторый мир Властелина колец. Мы можем об этом мире что-то высказывать. Мы можем говорить, например, что Толкиен написал книгу Властелин колец. То есть он создал этот возможный мир своей фантазии. Мы можем сказать, что Толкиен существует. Так вот, Толкиен написал книгу Властелин колец. Это истина о мире Властелина колец. Но она не является истиной внутри этого мира. Толкиен существует. Это вообще не является какой-то очевидной истиной ни о мире Властелина колец, ни внутри мира Властелина колец. Ну, вероятно, если Толкиен написал книгу Властелин колец, то Толкиен должен существовать. Если мы обычным образом понимаем антологические обязательства. Вот. При этом первое утверждение Толкиен написал книгу Властелин колец, как я уже сказал, оно является истиной о книге Властелин колец, то есть об этом возможном мире. А второе, Толкиен существует, не является истиной согласно книге Властелин колец. То есть сама по себе книга Властелин колец ничего не говорит о том, существует Толкиен или не существует. А внутри нее, в ее содержании это нигде не прописано. Ну и кто ее написал, тоже по идее. Да, там внутри повествования об этом никакой речи нет. Вот. И то есть можно привести такое некорректное рассуждение. W – это множество предложений. Множество – это абстрактный объект. Априорно известно, что мир вокруг меня не является абстрактным объектом. Следовательно, априорно известно, что W не является действительным миром. Следовательно, W эпистемически невозможен. Ну вот, это некорректное рассуждение, потому что здесь происходит путаница истин о мире и истин внутри мира. То есть мы себе можем вполне представить некоторый возможный мир, который будет номиналистским возможным миром. То есть там нет никаких абстрактных объектов внутри этого возможного мира. Да, и внутри него будет истина о том, что абстрактные объекты не существуют. Но при этом мы же себе вообразили этот возможный мир, как абстрактный объект, вообразили его. Вот. И он существует. И вот существование этого номиналистского мира – это истина о нём. Но она будет ложью внутри этого мира. Вот. То есть различия между истинами о мире и истинами внутри мира следует проводить. И тогда мы сможем увидеть, почему же возражение Бьеринга является некорректным. Точно так же и в рассуждении о том, что эрзац мир не может быть эмистемически возможным из-за своей неполноты. То, что мир не полон, является истиной о мире, но не является истиной в мире. Мир, конечно, может о себе говорить, что он является полным. Даже может говорить это о себе, если он является принципиально неполным. То есть мы можем себе вообразить некоторый эрзац мир, который будет содержать в себе предложение А. А это предложение А будет говорить, что этот эрзац мир является полным. Он содержит абсолютно все истины, какие только возможны. Вот. Ну. Любой возможный мир может быть таким. Да, он может о себе говорить. Является он полным или неполным. Но при этом мир может так же и не говорить о себе ничего. Ничего не говорить о своей полноте или неполноте. И тогда у нас нет оснований не считать его эпистемически возможным. Вот. Но при этом это то, что касается полноты. А то, что касается противоречивости мира, уже немножко другое. Потому что мир может либо говорить о своей противоречивости, непротиворечивости, либо не говорить. Но он все равно будет или противоречивым, или непротиворечивым, чтобы он не утверждал о себе. Вот. И противоречивый мир, очевидно, мы не будем считать эпистемически возможным. То есть мир... Ну, противоречивость мира — это некоторая истина о мире. И она совершенно никак не зависит от того, какие истины там внутри него. Ну, у возражения Бьеринга есть еще некоторые, скажем так, нормативные основания. Мы ожидаем, что рациональный агент не только отбрасывает противоречия, но и принимает некоторые логические истины. Вот. Поэтому неполные миры, конечно, не должны быть слишком неполными. Они должны содержать какие-то логические истины в себе. Но, опять же, возникает вопрос, что значит не быть слишком неполным. Непонятно. То есть это тоже такой нечеткий предикат, относительно которого Джего никаких особых пояснений нам не дает. Вот. Ну, в принципе, мы... Поскольку мы предполагаем, что рациональность у нас какая-то минимальная, да, это у нас единственная возможность, которая у нас остается, мы предполагаем, что агенты не являются идеально рациональными существами. Вот. И мы не хотим, чтобы миры были замкнуты относительно каких-то правил вывода. Мы все эти правила вывода, как бы, внутри мира, получается, не должны использовать. То есть мы не предполагаем, что агенты обязательно ими пользуются, когда они какое-то эпистемическое задержание имеют. Вот. Но кроме вот такого вот, кроме правил вывода совсем уж очевидных. Вот такого вида. Из А логически следует А. Вот. Ну, почему это так? Помимо того, чтобы представить себе неидеальных рациональных агентов, мы еще не совсем понимаем, какие же правила вывода следует признать достаточно самоочевидными. Вот. Правила для конъюнкции, например, считать достаточно очевидными или нет. А вот для отрицания, считать или не считать, не совсем понятно. Да, все это зависит от конкретных эпистемических агентов, от конкретных рациональных существ. Вот. Ну, то есть, если бы мы считали, что, например, правила для конъюнкции являются самоочевидными, то тогда мы должны были бы предполагать, что миры относительно этих правил являются замкнутыми. То есть, все возможные конъюнкции там построены и, наоборот, все возможные конъюнкции там разобраны на составные части. Вот. Ну, неясно, да, какой набор правил считать достаточно самоочевидным. Если считать все правила, то тогда у нас получается, что мы должны бы вообразить себе идеальных агентов, которые будут знать все тавтологии. Ну, поскольку никто не знает все тавтологии, поэтому для нас проще всего отказаться вообще от всех правил и говорить, что возможные миры не являются замкнутыми относительно них, кроме одного самого очевидного. Вот, да, мы должны допускать, что есть некоторые эпистемические недосмотры, то есть ситуации, когда агент знает все посылки, но при этом не знает заключения, которые из них очевидным образом с помощью правил логики следуют. Здесь, правда, возникает одна очень интересная проблема, которая будет рассматриваться в следующей главе. С одной стороны, мы приписываем агенту какую-то рациональность, мы приписываем агенту какое-то знание, да, это знание, например, посылок, но при этом мы не приписываем агенту знание заключения. Вот, то есть у нас получается, что агент одновременно является рациональным, да, он обладает знанием, и он логику знает, то есть умеет совершать логические рассуждения, но при этом он какие-то очевидные логические рассуждения не совершает, то есть он вроде как нерациональный. Вот. Возникает такая вот ситуация, когда у нас агент одновременно вроде как иррациональный и нерациональный, и непонятно, как с этим поступать. Ну, Джека говорит, что подробно эта тема будет рассматриваться в следующей, последней восьмой главе, когда он будет обсуждать понятие эпистемического состояния и дедуктивного содержания. Какие же проблемы для эпистемического пространства возникают? Возникают две больших принципиальных проблемы. Во-первых, в рассуждениях часто используются гипотезы, и нужно их учитывать в нормативной структуре миров. Ну, вот когда мы доказываем какую-то формулу, ну, например, там главным логическим символом является импликация. Обычно мы берем антицидент в качестве посылки, получаем консеквент и потом делаем введение импликации, соответственно. То есть у нас антицидент был в качестве посылки. Мы его допустили, как некоторую гипотезу. Вот как это должно отражаться в эпистемическом пространстве, не совсем ясно. Вот. Кроме того, другая проблема состоит в том, что вообще-то систему доказательств можно произвольным образом выбирать. Кто сказал, что это обязательно должна быть классическая логика? Мы можем себе интуиционистскую логику представить, или паронепротиворечивую, парополную, или еще какую-нибудь, где правила будут другие. И значения логический констант будут другие, соответственно. Вот. И поэтому эпистемическое пространство будет по-другому выглядеть. Вдруг окажется, что некоторое предложение является очевидно противоречивым с точки зрения одной системы доказательств, но при этом оно не является очевидно противоречивым с точки зрения другой системы доказательств. Как это тоже учитывать, как с этим работать? Вот эти две проблемы Джега в оставшейся части. Седьмой главы. Разбирать. Для начала он концентрируется на гипотезах. И говорит, что для построения эпистемического пространства лучше всего подходят секвенциальные исчисления. Секвенты будут иметь форму гамма, логическое исследование, дельта. Где гамма – это конъюнкция предложений, дельта – это дизюнкция предложений. Для начала джега дает некоторое общее представление о том, что такое секвенциальное исчисление. Потом уже некоторые замечания относительно того, как должно выглядеть секвенциальное исчисление конкретно для построения эпистемического пространства. То есть секвент можно интерпретировать следующим образом. Истинность гамма, истинность предложений, каждого предложения из гамма, несовместима с ложностью дельта. Или там, например, утверждение гамма рационально-инкогерентно отрицанию дельта. Я не стал думать над тем, как более красиво и корректно перевести когерентность и инкогерентность. Я просто использую такую кальку. Здесь относительно рациональности достаточно сложно подобрать какой-то подходящий термин. Ну, то есть какая-то рациональная последовательность, может быть, что-то в этом роде. Ну, и Джек говорит, что вот есть некоторый набор естественных принципов, которые мы хотели бы, чтобы они реализовывались в нашем эпистемическом пространстве. Ну, во-первых, непоследовательно или инкогерентно утверждать и отрицать некоторые предложения одновременно. Это нерациональное что-то. Если мы говорим, что снег идет и что снег не идет одновременно, то мы вряд ли являемся рациональными агентами. Повторение некоторого предложения никак не влияет на когерентность. Мы можем сказать хоть 10 раз, что снег идет, и от этого ничего, значит, с нашей рациональностью не случится. Порядок высказывания, утверждений и отрицаний тоже не влияет на когерентность. Мы можем сначала сказать, что снег идет, а потом, что он не зеленый. И наоборот, мы можем сказать, что снег не зеленый и что снег идет, и никакого влияния на рациональность от этого не будет. Дальше. Утверждение или отрицание меньшего числа предложений не превращает когерентность в инкогерентность. То есть, если мы утверждали, допустим, что снег идет и что снег не зеленый, и при этом мы были рационально-когерентными, рационально-последовательными, то если мы будем утверждать только то, что снег идет, мы не перестанем быть рационально-последовательными. Вот, и если когерентно утверждать каждое предложение из гамма и отрицать каждое из дельта, то когерентно либо утверждение гамма и а и отрицание дельта, либо утверждение гамма и отрицание дельта и а. Ну, это у нас соответствует правилу удаления сечения. Вот эти пять естественных принципов соответствуют следующим структурным правилам секвенциального исчисления. Во-первых, вот это относительно утверждения и отрицания одного и того же, правила для тождества, увеличение повторения некоторых утверждений или их отрицаний, затем порядок неважен, сообщение меньшего количества утверждений. И вот это вот пятый принцип с удалением сечений. Вот это все структурные правила секвенциального исчисления. Вообще секвенциальное исчисление темы хорошо, что оно структурные отношения выделяет отдельно. Ну как эти правила можно прочитывать? Мы будем говорить, что над чертой находятся верхние секвенты, под чертой, соответственно, нижние. Вот обычно гамма и дельта это последовательности или некоторое мультимножество. Если это мультимножество, то там могут быть повторы предложения. Вот и в мультимножествах, поскольку там это множество, да, они не упорядочены, там порядок неважен. И, соответственно, правило вот exchange будет необязательно в этом варианте секвенциального исчисления. Вот, ну помимо структурных правил, конечно же, требуются правила для логических терминов. И для простоты Джек говорит, что мы будем рассматривать набор для классической пропозициональной логики. Вот он, собственно. В секвенциальном исчислении выделяются левые и правые правила, да, в зависимости от того, где та или иная логическая связка находится. То ли слева от знака выводимости, то ли справа. Вот у нас левое и правое правила для отрицания, для дизюнкции, соответственно, для конъюнкции и для импликации. Вот, ну, это все всем тем, кто секвенциальное исчисление когда-либо изучал, все эти правила прекрасно знакомы. Вот, ну, статус правил. Структурные правила, они являются вспомогательными, а вот логические правила как раз-таки играют нормативную роль. Вот, ну, для эпистемического пространства, Джек говорит, будет использоваться логическое правило и только правило identity, да, тождество. Это вот, которое позволяет нам от явных противоречий отказываться. То есть из А логически следует А, правило говорит. Это единственная аксиома секвенциального исчисления, и каждое доказательство должно завершаться этой аксиомой. По всех веках. Вот, гамма и дельта у нас будут пониматься как множество предложений, они не упорядочены, поэтому правила exchange и contraction не нужны. Ну, для повторения там и для перестановки. Вот, ну, предложения из нижнего секвента правила будут и в верхних секвентах использоваться, чтобы у нас предложения не терялись. Вот это вот отличие от вот этого набора, стандартного набора для секвенциального исчисления. То есть если некоторые предложения есть в нижнем секвенте, то одно и в верхнем тоже у нас должно присутствовать. Вот, чтобы мы его никуда не потеряли. Построение дерева делается снизу вверх. Цель достичь подстановочного случая, вот это вот единственная аксиома, правила тождества. И это правило тождества, поскольку мы теперь предполагаем, что у нас верхние секвенты обязательно содержат то, что есть в нижних, оно должно быть обобщено до identity plus, как это Джага называет, которое будет иметь вот такой вот вид. У нас есть гамма, а из этого логически следует а и дельта. То есть вот гамма и дельта – это те предложения, которые у нас на более низких уровнях нашего дерева присутствовали. Вот этот вариант секвенциального исчисления, как Джаг говорит, эквивалентен стандартному секвенциальному исчислению. Соответственно, система у нас будет корректна и полна относительно обычной табличной семантики для классической логики высказывания. Вот. Ну, теперь от правил перейдем непосредственно к нормативной структуре. Напомню опять же, что мы говорим о двойных мирах, которые определяются как упрядочное множество, W+, то, что истинно в мире W, и W- то, что W ложно. Вот. Двойной мир репрезентирует А как имеющее место тогда и только тогда, когда перевод А на миросозидающий лагодонский язык будет элементом W+. Двойной мир репрезентирует B как нечто, не имеющее место тогда и только тогда, когда перевод B на миросозидающий лагодонский язык будет элементом W-. Ну, и мы говорим, что W не репрезентирует А, это не то же самое, что W репрезентирует отрицание А. W может ничего не говорить об А или об отрицании А, и тогда W не репрезентирует ни А, ни отрицание А. Ну, в этом смысле у нас вот эти двойные миры ведут себя очень похоже на то, как отрицание работает в параде противоречивой логике. Для всякого секвента из гамма логически следует дельта имеется двойной мир W, который вот выглядит таким образом. Это упорядоченная пара гамма-дельта, согласно которому все предложения в гамма истины и все в дельта ложны. То есть у нас в каждом секвенте гамма, то, что слева от знака логического следования, это у нас, соответственно, то, что в мире истина, а дельта, то, что справа от знака логического следования, это то, что в этом мире ложно. Вот, этот секвент будет общезначимым тогда и только тогда, когда W логически противоречив. Так как гамма логически следует дельта, тогда и только тогда, когда истина всех А из гамма логически несовместима с ложностью всех B из дельта. Вот, ну и каждое правило можно понимать как нижний двойной мир и набор верхних двойных миров. Да, у нас правила некоторые... Сейчас я вернусь сюда. Вот, допустим, левое правило для импликации. У нас внизу один мир, да, вот здесь вот это то, что W+, то, что слева от знака логического следования, это W+, то, что истина в мире W. А то, что справа, это то, что ложно в мире W, W-, ну и, соответственно, у нас, получается, два пути, как бы мы из этого возможного мира можем перейти в мир, где вот W- имеет вот такой вид, а W+, вот, соответственно, W+, вот такой вот вид, где гамма. W-, соответственно, вот этот вот вид, где дельта. И второй возможный мир, куда мы можем перейти, будет иметь вот такой вот вид, как здесь вот гамма, а импликация B, B, да, это у нас в W+, попадает, и в дельта попадает W-. То есть два пути, как получается, а некоторые правила имеют один двойной мир над чертой. Вот, ну, то есть вот у нас правило, допустим, такое вот, у нас есть некоторый мир W под чертой, и над чертой у нас мир U и мир W. Ну, это, конечно, такой более общий случай, да, у нас более частный, когда у нас сверху только один мир, я его здесь уже не стал записывать. Вот, это правило, ну, правило такого вида, оно предполагает, что если U и W оба противоречивы, то W тоже противоречив. И если W не противоречив, то, по меньшей мере, один U или W не противоречив. Вот, стрелки в нормативной структуре, они идут от нижнего мира к каждому верхнему. Порядок стрелок является отношением, сохраняющим непротиворечивость. Ну, то есть вот у нас получается некоторое рассуждение в секвенциальном исчислении. Вот у нас есть гамма-1, логически следует гамма-дельта-1, да, из этого мы там применяем какое-то правило. Есть два верхних мира, соответственно, мы переходим вот в этот вот мир и вот в этот. И там дальше у нас еще какие-то рассуждения выстраиваются, ну и так далее. Соответственно, мы можем вот такое вот рассуждение в секвенциальном исчислении представить как вот такую структуру над возможными мирами. Вот мы из мира W1 можем перейти в мир W2 или в мир W3. Из мира W2 мы можем перейти или в W4, или в W5. Из W3 мы можем перейти в W6. А из W5 можем перейти в W7. Вот такая вот структура в соответствии с тем, как мы применяем правило. Вот, это структура над двойными мирами. И такие диаграммы, как вот справа здесь вот с мирами уже от W1 до W7, такие диаграммы называются мировыми диаграммами. Вот, ну доказательства для гамма логически следует дельта. Это некоторое дерево, в корне которого стоит гамма логически следует дельта. То есть доказательство начинается с этого утверждения и строится вверх. А во всех листьях находятся подстановки в правиле identity plus в единственную аксиому секвенциального исчисления. Вот, и такие подстановки вот в эту аксиому identity plus, они соответствуют двойным мирам, где их пересечение, пересечение W плюс и W минус, не пусто. То есть есть некоторые предложения, которые одновременно и истинно, и ложно. Вот, и такие миры будем называть терминальными. Вот, мировой граф листья которого, все листья которого являются терминальными, называется мировым доказательством. Теперь по поводу того, что у нас следует из некоторых мета-результатов для этого исчисления. Во-первых, из корректности следует, что для всякого мирового доказательства P двойной мир, находящийся в корне P, логически противоречив. Доказательство, оно всегда заканчивается. Ну, все листья являются терминальными. Соответственно, там противоречия будут обнаружены. А раз они будут обнаружены все, то значит и наш мир изначальный, из которого мы начали, он тоже является противоречивым, там противоречие скрытое. Вот, ну, в этом случае мы как бы в секвенциальном исчислении говорим, что секвент, который этому двойному миру соответствует, он будет общезначимым. Вот, непротиворечивые миры никогда не появляются в корне мирового доказательства, они всегда где-то в середине. И в листьях тоже, соответственно, их быть не может. Вот, полнота нам гарантирует, что для всякого мира W, если W логически противоречив, то имеется мировое доказательство P с корнем W. Миры, связанные с более короткими мировыми доказательствами, более очевидно противоречивые, а с более длинными менее очевидно противоречивые, там скрытые противоречия какие-то. То есть вот степень противоречивости можно в некотором смысле измерять в зависимости от того, какой длины являются мировые доказательства. Но эта степень, конечно же, тоже, это такой нечеткий предикат к этому. Достаточно сложно тут что-то однозначно сказать. Ну, то есть какого-то общего критерия нет. Вот, эпистемически возможны будут те миры, которые связаны с более длинными мировыми доказательствами. Ну, теперь по поводу произвольности системы доказательств. Если мы выберем другую систему доказательств, то над мирами будет некоторая другая структура. Ну и, соответственно, какой-то эпистемически невозможный мир, например, может оказаться эпистемически возможным или наоборот. Однако, говорит Джага, факты о мирах и факты о значениях логических связок достаточно для того, чтобы обосновать описанную систему. Миры мы понимаем как пары множеств предложений. Соответственно, правила нашей системы доказательств должны для них подходить. А пары множеств предложений являются секвентами с многими заключениями. Соответственно, мы как бы вот натуральные исчисления уже выбрать не можем. Оно так не работает. Или там аксиматические исчисления выбрать не можем. Оно так не работает. Нам обязательно секвенциальное нужно. Кроме того, правила системы доказательств должны применяться к множествам предложений, а не последовательностям или мультимножистам, значит, у нас не будет слабых структурных правил для повторения, для перестановки. Аксиома тождества должна говорить, что мир, в котором имеет и не имеет места А, является тривиальным и априорно противоречивым. Это соответствует правилу Identity+, обобщенной аксиоме тождества. То есть здесь тоже все вполне понятно. Откуда это структурное правило берется? Из некоторых базовых наших ожиданий относительно рациональности агентов. Используются стандартные классические значения логических константов. Для полной системы требуется не менее двух правил на каждую логическую связку. Соответственно, вот у нас обязательно будет левое и правое правила. Правила определяются значениями логических константов. Ну и система не должна включать в себя правила удаления сечений, так как она устанавливает отношения между мирами, которые не определяются значениями логических константов. Мы хотим, чтобы нормативная структура только задавалась логическими правилами, а не структурными. Правила удаления сечений – это структурное правило. Поскольку оно какое-то нормативное отношение может устанавливать, мы от него отказываемся. Ну и если мы хотим, чтобы над мирами определялась нормативная структура на основе значений логических константов, то описанная секвенциальная система является наилучшим выбором. Здесь единственное, что остается, это обосновать, почему именно классическая логика берется. Ну, немножко об этом будем дальше. Все возможные мировые доказательства могут быть объединены в одну нормативную структуру над мирами. То есть мы берем и строим такое огромное эпистемическое пространство, которое содержит в себе все мировые доказательства. Так как мировые доказательства являются ветвящимися диаграммами, то следует использовать диаграммы типа ИИЛИ. Они выглядят вот таким вот образом. То есть мы начинаем из какого-то W1, мы можем перейти в W2, W3, можем перейти в W8, W9. Ну, то есть вот некоторые упрощенные варианты эпистемического пространства у нас вот здесь построены. Диаграммы ИИЛИ у нас такие. Значит, мы можем всегда разделить вот это эпистемическое пространство и выделить в нем отдельные мировые доказательства. Но мы не можем разделять те стрелки, которые объединены. Вот, допустим, стрелка из W1 в W2 и из W1 в W3, они соединены вместе. То есть мы здесь использовали правила, где W2 и W3 являются верхними мирами для W1. А W1 – нижний мир. Соответственно, вот разделить вот это вот нельзя. Вот мировое доказательство, оно предполагает, что мы вот этот кусок целиком берем. Вот, с другой стороны, мы могли из W1 перейти в W8 и W9. И стрелка, соответственно, между ними тоже у нас объединена. То есть мы, когда это эпистемическое пространство разделяем на отдельные мировые доказательства, мы не можем вот это разделение разорвать. То есть из W1 всегда можно перейти или в W8, или в W9. Вот. Ну, W8 и W9 – это верхние миры для применения какого-то правила, где W1 будет нижним миром. Вот так вот. То есть у нас получается, что мировые доказательства – это поддеревья вот этой нормативной структуры, но соединенные стрелки разъединять нельзя. Вот. Что же там с этой нормативной структурой? Пусть WD – это некоторое множество всех двойных миров. Тогда у нас отношение T, которое является подмножеством декартового произведения WD на 2 в степени WD – это множество всех пар, являющихся подстановочными случаями наших правил. Множество мировых графов. Вот, продолжаем. Множество мировых графов G, T, заданных отношением T, будет определяться так. Некоторое G, некоторый граф G является элементом G, T тогда и только тогда, когда граф G есть корневой, ориентированный, ациклический граф с вершинами V, G, T, являющийся подмножеством WD, и ребрами E, G, T, являющиеся подмножеством декартового произведения WD на WD. Причем эти ребра ограничены таким образом, ну, множество ребер ограничены таким образом, что упорядоченная пара WU является элементом E, G, T, только если выполняются условия, которые определяются вот этой вот длинной формулой. Я уже не буду ее зачитывать. В общем, она просто говорит о том, каким образом у нас связи между вершинами должны строиться. У ребра это связи между вершинами. Вот, то есть мы можем построить вот такое вот, взять множество всех двойных миров, определить некоторые отношения, которые будут соответствовать постановочным случаям правил. Потом построить, соответственно, множество всех графов, которые вот этим вот отношениям задаются. И у нас получится, что в каждом мировом графе любая вершина имеет 0, 1 или 2 потомка. Если 0 потомков, то эта вершина является листом, то есть там дальше уже никакие выводы сделать нельзя. Вот, мировой граф является мировым доказательством, если все его листья являются терминальными. Ну, об этом я уже говорил. И мы можем определить размер графа G, мирового графа. Обозначается он как модуль от G, ну или кардинальность G. Это число вершин, которые не являются листьями. Соответственно, размер, да, это число вершин, не являющихся листьями. Вот, пусть у нас G, W будет некоторое множество таких мировых графов G, что G есть мировое доказательство с корнем в W. То есть мы начинаем от какого-то W и берем все возможные мировые доказательства, которые можно из этого корня построить. Вот, тогда можно задать тотальный порядок над двойными мирами, используя размеры связанных с ними мировых доказательств. Мы определяем сначала число для W, определяется оно так, как минимальный размер мирового графа G из множества GW, если оно не пусто. И мы говорим, что число W будет равно омега во всех остальных случаях. То есть если у нас никаких мировых доказательств, например, построить из W нельзя, соответственно, число W будет равно омега. Вот, и отношение порядка у нас будет такое. Мы будем говорить, что W находится в некоторой нормативной структуре раньше, либо на том же месте, что и U, тогда и только тогда, когда число W меньше, либо равно числу U. Вот, и терминальные миры являются минимальными элементами для этого тотального порядка. Они связаны с мировыми доказательствами размера 0. Вот, и они, соответственно, наиболее очевидным образом противоречивы. То есть те миним... Ну, если некоторое мировое доказательство имеет размер 0, то, значит, это мировое доказательство для возможного мира, который тривиально противоречив. Миры, отличные от корневого, являются максимальными и максимальными относительно этого тотального порядка, и они являются непротиворечивыми. Вот, вот это отношение порядка, оно упорядочивает миры по степени их очевидной противоречивости. Ну, у нас получается, что наиболее очевидно противоречивые не являются эпистемически возможными. И также, если W находится в нормативной структуре раньше или на том же месте, что U, и если мы W считаем эпистемически возможным, то мы должны также и U считать эпистемически возможным. Однако, понятие эпистемически возможный, как я уже говорил, является нечетким. Любое понимание нечеткости, в общем-то, мы можем использовать. Здесь Джего немного более подробно говорит о семантике для вот этого нечеткого предиката. Ну, мне кажется, это некоторая тростепенная деталь. Вот, в любом случае мир W является эпистемически возможным, если число W не является слишком маленьким числом. Да, вот у нас, опять же, нечеткий предикат, слишком маленькое число. Непонятно, что значит быть слишком маленьким числом. Ну, мы какое-то можем установить себе. Вот, эпистемически возможные миры — это миры, которые не репрезентируют очевидные априорные невозможности, то есть некоторые противоречия, обнаруженные за небольшое число шагов логического вывода. Вот, и у нас остается еще одна часть, последняя завершающая часть этой главы, связанная с абсурдностью и с некоторым, ну, и с выбором базовой логики. Ключевой принцип эпистемического содержания состоит в том, что миры, которые репрезентируют нечто противоречивое, являются эпистемически невозможными. Ну, и есть такие вот диалитеисты, которые возглавляются пристом. Они утверждают, что некоторые противоречия являются не только возможными, но и являются актуальными истинами. Да, и это можно проиллюстрировать так. Так, вот у нас есть предложение лжеца, да, мы назовем его лямбда. Это предложение говорит само о себе, что оно не является истинным. Лямбда определяется как «это предложение не истинно». Вот, классическое понимание истинностных значений и некоторые интуитивные правила, управляющие логическим предикатом, влегут, что лямбда и истинна, и ложна. Так как лямбда ложна, то отрицание лямбда будет истинным. Так как лямбда истинна и отрицание лямбда, как мы только что выяснили, тоже истинна, то тогда конъюнкция лямбда и отрицание лямбда будет истинной. Ну, и вот это диалитеисты приводят в качестве примера истинного противоречия. Это противоречие, но при этом оно истинно. Потому что и лямбда истинна, и отрицание лямбда тоже истинна. Вот. А у нас есть правило, вот это вот identity plus, наша аксиома, которая запрещает явные противоречия. То есть явные противоречия с точки зрения этого правила эпистемически невозможны. Противоречивый мир не может быть эпистемическим содержанием, а в явные противоречия невозможно верить и даже рассматривать их истинность как гипотезу. Ну и тут тогда возникает вопрос, а во что же тогда верят Прист и другие диалетеисты, его последователи? То есть вроде они нормальные, разумные люди, но они верят, что существует истинное противоречие. Как мы можем приписать некоторое эпистемическое содержание, спрашивает Джега. Вроде уважаемые люди, да, Прист один из крупнейших специалистов по логике. Во что же он верит тогда? Есть ли у него какое-то эпистемическое содержание или нет? Если мы будем вот так, как мы до этого делали, определять эпистемическое содержание, то получится, что у него никаких убеждений нет. Но это же невозможно. Диалетеисты, говорит Джега, более тонко понимают отрицание, а именно они считают, что утверждение и отрицание этого утверждения не влекут произвольное какое-то. Третье утверждение Б, то есть А и не А не влекут Б. Значит, они должны отказаться как минимум от левого правила для отрицания. Вот оно вот так вот выглядит. Ну, значит, отрицание у диалетеистов не является классическим, да, оно больше похоже на паранепротиворечивое отрицание, и мы его можем назвать отрицанием со звездочкой. Вот семантически оно, как я сказал, работает как отрицание в паранепротиворечивой логике. Тогда получается, что у нас вот этот вот парадокс лжеца надо формулировать вот так. Это будет лямбда со звездочкой, которая говорит, это предложение не со звездочкой истина. Вот здесь отрицание понимается диалетеистами в духе паранепротиворечивой логики. Вот, тогда у нас получается все предложение лямбда со звездочкой, одновременно истина и не со звездочкой истина. Значит, убеждения диалетеистов имеют содержание. Мы можем им приписать некоторые содержания. Вот, но возникает вопрос, что же в естественном языке мы обозначаем с помощью такого слова, как не. Если мы попытаемся обосновать ключевой принцип, да, ключевой принцип говорит о том, что эпистемия, эпистемически невозможным является мир, где есть противоречия, то есть что-то имеет место и что-то не имеет место одновременно. Вот эта вот попытка обосновать ключевой принцип предполагает, что альтернатива является эпистемически возможной. То есть отрицание этого принципа. Но это не так. Она не является эпистемически возможной. Нет такой эпистемически возможной альтернативы для ключевого принципа. И Джего здесь говорит, что вот Льюис, Дэвид Льюис, точно так же обосновывает закон противоречия. Он говорит, что вот есть люди, которые нападают на закон противоречия, критикуют его, я его принимаю, закон противоречия, но я не буду с ними спорить, потому что спорить с ними означает принимать их точку зрения всерьез. Но если я буду с ними спорить, значит, я принимаю возможность отказа от закона противоречия, это невозможно вообще сделать с его точки зрения. Однако ключевой принцип предполагает противоречие именно с классическим отрицанием, и ключевой принцип ничего не говорит об отрицании со звездочкой. Для диалитеистов ситуация, когда у нас какой-то двойной возможный мир выглядит вот так вот, то есть там А у нас истинно и А у нас ложно, он не является нежелательной ситуацией из-за понимания отрицания. И диалитеисты, говорит Джего, они не должны опровергать ключевой принцип, они должны доказывать, что классическое отрицание не играет центральной нормативной роли в наших эпистемических практиках. Соответственно, говорит Джего, нам требуется рассмотреть, что же в естественном языке обозначается с помощью частицы «не». Вот. Если мы поймем, что значит «не» в таких выражениях, как «мир W» репрезентирует, что то-то и то-то не имеет места, то мы поймем, какие правила для логических терминов нам нужно использовать. Ну, в частности, здесь для отрицания. Вот. Диалитеисты утверждают, что истинность «не А» не исключает истинность «А». Но, с другой стороны, если мы посмотрим на практику нашего обыденного словоупотребления, мы увидим, что в речи мы используем такие слова, как «нет» и «не» для обозначения отвергаемого содержания. В противовес утверждаем. Вот. А если мы отвергаем какое-то «а», то при этом мы предполагаем, что «а» принять нельзя. То есть принятие «а» исключается. Значит, частица «не» в естественном языке обозначает классическое отрицание «а» не паранепротиворечивое. Вот. То есть что здесь происходит с диалитеистами? Они совершают некоторую эмпирическую, как говорит Джага, ошибку по поводу того, как мы употребляем частицу «не» в естественном языке. Вот. Таким образом, мы сохранили ключевой принцип от атаки диалитеистов. Мы можем приписать диалитеистам содержательное убеждение, если будем использовать отрицание со звездочкой. Это паранепротиворечивое отрицание. И при этом мы все еще считаем, что миры, которые нарушают ключевой принцип, являются тривиально невозможными в эпистемическом смысле. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, попытаюсь на них ответить. Большое спасибо, Лев. У меня возник такой вот вопрос. Как попроще определить содержание эпистемически невозможного? Ну, наверное, в смысле содержание эпистемически невозможного. Это некоторый мир, который содержит явное противоречие. Или мир, который в эпистемическом пространстве за короткое количество шагов разворачивается в противоречивый мир. То есть здесь базовая идея состоит в том, что в противоречие никто верить не может. Ни один рациональный агент не может верить в противоречие. Ну, это так. Но вот то, что является, допустим, паранепротиворечивым, оно ведь непротиворечивое. Мы не имеем здесь никакого противоречия. Да, потому что отрицание там не классическое, паранепротиворечивое. Вот то, что с диалетеистами. Мы можем приписывать диалетеистам содержательные убеждения. Просто отрицание там у них другое. Ну, вот, как бы мне показалось, что витает некий дух какой-то абсолютной противоречивости, которая очень сильно напоминает классическую. Вот. Но этот дух, он же был вроде бы похоронен теоремами Чорча и прочими вещами. Ну, поскольку эпистемические агенты являются обычными людьми, они ничего такого утонченного относительно логики не знают. И для своих рассуждений вообще пользуются не какими-то формальными и строгими системами, а просто естественным языком. И мы хотим понять, как приписывать таким рациональным агентам какие-то эпистемические содержания. Мы обращаем внимание на то, как они употребляют язык. То, как они употребляют язык, вероятно, больше похоже на классическую логику. Отрицание работает как в классической логике, в естественном языке. Вот, соответственно, мы классическую берем в качестве некоторого мерила. Ну, я не против, но это же ничего не доказать. А что именно нужно доказать? Ну, что имеются какие-то веские основания считать классическую логику единственно правильной для определения противоречивости, непротиворечивости. Ну, здесь ведь речь не об этом. Речь о том, каким образом приписывать эпистемическое содержание обычным агентам, которых мы можем встретить на улице, а не каким-то идеальным или утонченным в логике и так далее. То есть речь не о построении какой-то оторванной от конкретных рациональных агентов теории. Вот есть конкретные рациональные агенты, люди. Как мы им приписываем эпистемические содержания? Для этого нужна классическая логика. Если это будут не люди, ну, может быть, тогда что-то другое потребуется. Марсиане, может быть, не с точки зрения классической логики рассуждают. Но марсиан мы пока не встретили. Ну, хорошо, ладно. Ну, слава классической логике. Хорошо. Но все-таки, ну, пусть будет даже так. Эпистемическое содержание есть лишь в отношении эпистемически возможного. Ну, то есть, когда мы говорим об эпистемическом невозможном, то как бы приорно нет никакого содержания, я так понял, да? Ну, то, что эпистемически невозможно, оно, соответственно, не может быть содержанием убеждений, знаний. То есть, ну, грубо говоря, понятие эпистемически невозможного не имеет никакого содержания. Почему же оно имеет содержание? Это все возможные миры, которые… Ну, это не содержание. Ну, мне кажется, здесь понятие содержания тогда употребляется в двух разных смыслах. Обычно мы говорим об эпистемическом содержании, когда мы приписываем какие-то убеждения или знания рациональным агентам. Вот. Но если мы говорим о содержании понятия, это уже что-то другое. Понятие эпистемически невозможно, и, конечно же, содержание имеет. Ну, вот мне бы хотелось встретиться с этим эпистемическим невозможным. Ну, так это множество всех миров, которые содержат противоречия. Вот это содержание эпистемически невозможного. Ну, вот, допустим, эпистемически возможно, чтобы Боу и не был кем-то, да? Это я понимаю. А вот такими же словами мне бы эпистемически невозможно что-нибудь. Ну, что 1 плюс 1 равно 3 – это эпистемически невозможно. Или 0 равен не нулю, а единице. Или что снег одновременно и идёт, и не идёт? Для рациональных агентов типа Homo sapiens это имеется в виду, да? Ну да, видимо. Раз Джего тут ссылается на некоторые эмпирические исследования того, как эти самые Homo sapiens употребляют обыденный язык. Ну ладно. Ну, тогда надо писать эпистемически невозможное с индексом Homo sapiens. Ну да, просто других мы пока не знаем, рациональных агентов. Ну вот у нас есть агенты, которые именуют себя диалекистами, которые похожи на Homo sapiens. Однако, как выясняется, говорят на несколько другом языке, и поэтому по-другому понимают структуру эпистемической возможности. Ну да, они отрицание другое используют, но мы можем приписать им эпистемическое содержание всё равно. То есть даже если они утверждают, что есть истинные противоречия, благодаря тому, что мы можем в нашу систему добавить отрицание со звёздочкой, мы можем приписать им эпистемическое содержание, которое будет эпистемически возможно с нашей точки зрения. Ну да, но проблема в том, что когда такой человек производит некоторое высказывание с частицей «не», трудно определить, какое именно из отрицаний он использует. А если какой-то вообще произвольно взятый человек делает такое высказывание, то трудно определить, является ли он обычным человеком или диалетистом. Ну есть такая проблема, согласен. У меня вот такой почти технический вопрос. Правильно ли я понимаю, что вот конкретно предложение, с помощью которого формулируется парадокс ужеца, ну скажем, это предложение ложно, представляет собой элемент тривиально противоречивого мира с точки зрения Джега? Или это всё-таки мир, который отличается от тривиально противоречивого, ну хотя бы на один шаг? Мне кажется, он отличается от тривиально непротиворечивого по меньшей мере на один шаг. То есть тут имеется в виду явные противоречия в духе того, что возможный мир должен содержать в себе и утверждение, и отрицание этого утверждения одновременно. Здесь у нас пока нету этого, явного противоречия нет. Нам нужно совершить какие-то рассуждения, используя это предложение лжеца, и тогда мы получим явную противоречию. То есть тут противоречия скрытые получается. Ну то есть, в принципе, мы можем представить себе такого минимально рационального агента, который совсем-совсем плохо владеет логикой и неопытен в применении правил вывода, который бы, услышав предложение лжеца, мог бы поверить в его истинность, либо поверить в его ложность. Ну да, конечно. Это мог бы быть даже идеальный логический агент, но не обладающий ресурсами для построения выводов. Вот он знает логику на все 100%, и моментально все вычисляет, но он, например, сейчас, не знаю, спит, например, или он просто очень сильно устал, и поэтому он рассуждать не хочет.